А любовь, как сон, стороной прошла. Это была любовь с первого взгляда. Так Маргарита Халатова рассказывает о своем знакомстве с Аллой Ефименко. В Шинанай она попала еще в начале нулевых. За годы творческой жизни голос Алицкий прозвучал на лучших концертных площадках Белоруссии, России, Украины, Болгарии, Турции. Моя самая большая мечта была выйти на сцену Славянского базара. Даже не в качестве конкурсанта, а для меня было важно просто попасть в Витебск и постоять на этой сцене. И благодаря Алле Евгению, благодаря ее труду, ее подготовке, я попала в конкурс-проект с президентским оркестром Республики Беларусь. И благодаря этому я попала на сцену и Славянского базара, и Мирского замка. Свою историю Шинанай начал писать в 1992-м. За 30 лет театр песни развивался, изменялись репертуары и состав участников. Бессменным остался лишь руководитель. Благодаря профессионализму Аллы Ефименко артисты ежегодно привозят десятки наград с республиканских и международных конкурсов. Идея и название коллектива тоже принадлежит ей. Была у нас в то время такая фирма Бонош, вот я ее до сих пор вспоминаю, Бобруйская новая шина. И вот мне это название что-то так осталось в памяти, что я решила, надо мне тоже что-то с шином связать. Крутила, крутила и кроме как опа шинанай, ничего не придумала. И потом шина это шинанай, это мы танцующие, играющие, поющие. И как-то вот она у нас отсюда и пошла, шинанай. По традиции весной заслуженный любительский коллектив представляет на суд зрителей отчетную программу. В этом году концерт особенный, юбилейный. Пройдет он в субботу во Дворце искусств, рассчитанно шум на два с половиной часа. Больше 30 номеров, видеопоздравления коллег по цеху, сюрпризы. Мы вас всегда ждем, мы ждем вас на концерт. Приходите, отдыхайте вместе с нами. Мы вместе еще споем, как тысячи колостов. Мы счастье свое найдем из самых красивых слов. Не пропустите. Максим Кембель, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Максим Галеонко, Бобруйск, 360.